Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Живи в Сочи, канал о недвижимости в Сочи. Меня зовут Никита. Сегодня я буду вещать вам из микрорайона Мамайка. Но смысл моего ролика сегодня какой? Многие меня спрашивают насчет транспортной доступности микрорайона Мамайка, в котором я, собственно, уже дней 10 проживаю. Раньше я тоже как-то предвзято относился, думал, что на краю она стоит. Но здесь есть очень удобная такая фишечка небольшая. Сейчас вместе со мной поедете, я вам все покажу и расскажу. Будем по дороге ехать вместе, я вам буду комментировать, что, куда, какие улицы и все остальное. В принципе, находясь у себя дома, можете также посмотреть все по улицам и понять, где я нахожусь и куда еду. Цель у меня сейчас из микрорайона Мамайка доехать в микрорайон за вокзаль, на еду я на тренировку. Ну и, в принципе, поэтому решил записать такое видео. Думаю, для вас оно будет познавательным. Кто интересуется микрорайоном Мамайка, микрорайоном для отдыха, микрорайоном для сдачи в аренду квартир. Ну что, let's go, в путь! Так, ну что, мы отъезжаем. Собственно говоря, перед нами это жилой комплекс Каньон-2. Рядом ЖК Волжский, Волжский-2, Тихий Дон-2, о котором я снимал видео не так давно. Но находится все это дело на улице Волжской. Я извиняюсь, если ракурс на камере не очень хороший. К сожалению, нет у меня сейчас присосочка, которая была у меня на окне, и так классно было с ней. Но я заказал. Наверное, через недельку все это дело мне придет. А сейчас все будет немножечко трястись. Но, надеюсь, стабилизатор камеры хоть как-то нам в этом деле поможет. Хоть как-то картинку выправит. Некоторые, кстати, говорят... Ну, я когда рассказываю про микрорайон Мамайка... А что ж ты не сказал? Говорят про гору. Там какая-то гора на въезде. Супер ужасная, супер страшная. Ну, сейчас, в принципе, по ней мы проедем. Вы сами своими глазами посмотрите, уж настолько ли она ужасная и супер страшная. Человек, наверное, просто в Сочи не был, не видел по-настоящему страшных гор. Где вообще прям действительно страшно становится. Кстати, на улице Виноградной есть такая одна гора. Причем в этой яме там, есть у нее название, живут люди. Там, чтобы подняться пешком, тоже надо прям... Хороший такой фитнес. Ну, вот, смотрите, выезжаем мы на улицу Виноградную. Направо, то есть мы можем поехать по улице Виноградной. В сторону Донской. Вот это страшнейшая гора. Как ее некоторые и называют. Вот у нас гаишник. Нас сегодня пронесло. Ну, в принципе, у нас все в порядке, но все равно мало приятного, да? Терять время и так далее. Вот, подъехнули мы налево, как вы видели. И выезжаем, собственно говоря, на дублер. Дублер, я думаю, в рекламе не нуждается. Сейчас закрою окна. Дублер это у нас прям палочка-выручалочка наша местная. С дублером можно, то есть, доехать и в центр города, куда мы, собственно, сейчас направляемся. И в Вадгар, и в Красную Поляну. Ну, и на Мацесту. Ну, хоть куда, в общем. Отличное, отличное такое решение данный дублер. Без пробок, не теряя времени. Поэтому, в принципе, я и говорю, что очень удобное расположение у Мамайки. Все-таки налево выехал и сразу же попал на дублер. А с дублера уже хоть куда? Хоть в центр, хоть тебе в Вадгар. Хоть, я не знаю, хоть на Макаренко, хоть на Краснодарское кольцо, хоть на Моримол. Мы сейчас, кстати, поедем через Моримол. Про Моримол, наверное, уже все знают. То есть, не жители, господи, а зрители, да, которые посматривают, нет-нет, да, посматривают видео на Ютубе о городе Сочи. Да, Моримол такой единственный у нас, наверное, гипермаркет, наверное, назвать. Ну, единственное такое место, где действительно нужно приятно, да, провести время за шопингом. Там и одежда, там и мебель, там и кухню, ну, все, что угодно, в общем. И продовольственные, окей, там. Короче, Моримол, это у нас самое такое популярное место. Плюс там всегда есть парковка, что немаловажно, очень немаловажно, я бы сказал, для Сочи. С парковками, конечно, тут беда. Что, они собираются дорогу перебегать? Опасно, опасно, конечно, у них работа. Еду я, в принципе, медленно, чтобы успели его все разглядеть. 80 км в час. Так, как обычно, я, конечно, по левой полосе еду. Ну, вот мы уже подъезжаем к спуску. Можете видеть сверху, видите, указатель улицы Чайковского, нам как раз-таки на нее. Следующий спуск, там, по-моему, на улицу, если я не ошибаюсь, на улице Горького будет. Ну, это, то есть, ну, посмотрите по карте, как вам объяснить. Улица Горького, такая центральная улица. Там, к сожалению, всегда у нас пробочка. Ну, наверное, на всех центральных улицах, более-менее таких больших городов, создается пробка. Ну, вот смотрите, направо, если мы поедем, то у нас улица Гагарина, получается. Улица Гагарина – это параллельная улица Красноармейской. По Красноармейской вы можете выехать прямо на... Ну, чтобы для понимания, может, все, наверное, туристы и неместные жители, если хоть раз были, знают парк Ривьера, да, который находится возле моря. Красивый такой парк, классный. Вот, а мы сейчас поедем налево. Налево у нас будет улица Донская. Так, что-то девушка тут на большом таком Лексусе. Ну, нормально. А, у них вон тут еще. Видимо, какое-то ДТП произошло у них небольшое, неприятное, конечно, такое событие для такого прекрасного утра солнечного. На градуснике у нас сейчас плюс 12, ну, у нас утро. Или не утро. Сколько уже? Час 46, что ли, может быть? 11.35. Что-то время у меня неправильно идет в машине. Вот, сейчас мы выезжаем на улицу Донскую. Налево здесь нам нельзя поехать, тут только разворот. Ну, налево, собственно, весь микрорайон Донской. И опять же, мы можем приехать в микрорайон Мамайка. Вот, направо мы сейчас поедем на Краснодарское кольцо. Справа как раз-таки у нас будет Моримол. Всеми любимый. Ну, а нам как раз-таки на Краснодарское кольцо нужно. Краснодарское кольцо это довольно-таки такая популярная развязка, с которой можно попасть, в принципе, хоть куда. Поедешь налево, попадешь в микрорайон Макаренко, поедешь направо, попадешь в центр, поедешь прямо, попадешь на транспортную, поедешь чуть правее, попадешь в завокзальный район. Вот, а мы сейчас, собственно, со стороны Донской приближаемся к Краснодарскому кольцу. Я когда жил на Макаренко, ну, собственно, без Краснодарского кольца у меня день вообще не обходился. Ее недавно, кстати, отремонтировали. Была она немножечко такая раздолбанная. Сейчас она вообще у нас в идеальном состоянии. Чем не нравится Сучи, да, быстро все ремонтируется, да, дороги, все остальное. Итак, мы на Краснодарском кольце, и нам здесь нужно повернуть вот этот на улице вот эта Пластунская, по-моему, если я не ошибаюсь, опять же, называется Пластунская, Пластунская. Да, сейчас будет бизнес-центр Грант у нас по правой стороне. Слева, кстати, магнит большой такой, которым пользуются, наверное, два микрорайона. Весь Макаренко, весь завокзальный район. Ну, сам я здесь всегда тоже раньше закупался. Ну, а магнит, я думаю, опять же, в рекламе не нуждается. Думаю, в ваших городах тоже есть магнит. И цены, в принципе, такие же, как и у вас в городе. Конечно, качество, допустим, овощей оставляет желать лучшего. Овощи я стараюсь не покупать в магните. Благо, есть всякие рыночки, где можно купить что-то посвежее. Что-то, ну, может быть, мне это так кажется, но повкуснее, не знаю, может быть, меньше химии. Там можно и у бабушек купить, которые сами вырастили на огороде. Но у бабушек, кстати, цены-то такие прям дорогущие. Я раньше, когда сюда приехал, думаю, буду у бабушек покупать. Думаю, у бабушек, ну, вряд ли, думаю, они уже цены заламывают. У бабушек же, как бы, такой стереотип, что все дешево. А потом я, разобравшись-то в ситуации, нифига себе, думаю, у бабушек-то там наценки. Ну, за натуральный продукт, наверное. Ну, ничего, бабушки молодцы, торгуют, спрос у них есть. Неплохая, думаю, прибавка к пенсии. Ну, с такой пенсией, как у нас в стране, я думаю, приходится прорываться как можешь. Если мы сейчас налево поехали бы, можно было подняться прям до улицы Альпийской, через нее по-хитрому можно было прям в центр доехать. Я в жилой комплекс Горный 5 так езжу, чтобы не стоять в пробках, чтобы не ехать через весь центр. Поднимаюсь на улицу Альпийскую, и там, по задам, так сказать, уже добираясь до центра. Прямо можете видеть такой зелененький, красивый жилой комплекс. Это парк Горького, про который мы говорили, который у нас в топе, на вострое, в которых мы жили сами. Сейчас давайте помещу ссылку на него в левом углу экрана. Можете посмотреть. Он у нас на первом месте в нашем топе. Чуть я туда не переехал, буквально недавно. Ну, минимальное, что мне удалось найти, это там маленькая квартирка, студия за 35 тысяч рублей. Но такие чуть побольше, они уже идут за 40, 60, 80. Ну, и, в принципе, предела, предела, наверное, нет. Каждый оценивает по-своему ремонт, который с Валькланд выложил в данную квартиру. Ну, если, я думаю, если все-таки готовы люди, ну, снимаю, по факту же все равно снимают люди за такую цену. Если готовы снимать, то почему нет? Спрос, в принципе, рождает предложение. Если бы никто не снимал за такие деньги, то, соответственно, цены бы чуть-чуть понизили. Ну, если цены стоят на месте, значит, все-таки клиенты есть. В принципе, у меня много знакомых там живет. Я уже говорил об этом. Директора, там, агентств недвижимости. Риэлторы там самые успешные. Ну, хороший жилой комплекс, конечно. Ну, что, мы, в принципе, приехали. Сейчас мы находимся на Ариде. Это микрорайон завокзальный. Такой тут рыночек. Мне вот надо налево завернуть. Сейчас мы, наверное, скорую... А, скорую у нас тоже, да? Все у меня пропускает. Узкие дороги. Ну, это в Сочи, к этому придется привыкнуть. В начале для меня это, конечно, казалось чем-то таким страшным. Я думал, как же я буду ездить на своей машине. Но, сев за руль, спокойно адаптируешься и, в принципе, ездишь спокойненько. Человек такая... Такая тварь, я не знаю, которая ко всему адаптируется. Все, в принципе, я приехал. Это стояночка моего фитнес-зала под названием «Спортстиль». Не знаю, прозвучит. Это может быть как реглама, но я действительно в него хожу. Нормально. Абонент тут, получается, у нас стоит... Абонент у меня дневной стоит 2 500. Вот. Безлимитный он, получается, 3 стоит. Зал хороший, большой. В принципе, все станки, все оборудование, все новое. Конечно, он не дотягивает до уровня каких-нибудь таких топовых фитнес-залов. Конечно, там чуть-чуть все так... Немножко по-севдеповски, я не знаю, как-то. Но, в принципе, за эти деньги это цена-качество, в принципе, оптимальный вариант. Ну что, пошел я на тренировку. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Кому понравилось, кто любит город Сочи, ставьте лайк. Всем пока. Не удалось мне дойти до тренировки. Короче, встретился мне на пути администратор автомойки местной. И уболтал меня, в общем, помыть машину. Ну, в принципе, очень удобно. Пока ты на тренировке, машинку тебе помоют, выйдешь, а машинка уже у тебя сияет. Кстати, по ценам, вот, кому может быть интересно, легковые 400 рублей. Ну, это комплекс. Кроссоверы 550, джипы 650. Полировка, химчистка. Ну, на химчистку я вообще не советую, конечно, на обычных мойках пользоваться данной услугой. Это, конечно, не то пальто, чем профессиональная химчистка. Совсем разные вещи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.